Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона начали четверг с распродаж. Очень напряженная обстановка на Ближнем Востоке значительно ослабила склонность к рискам, поэтому биржевые индикаторы в Соединенных Штатах зафиксировали резкое падение и передали негативные настроения по эстафете азиатской сессии. При этом доходность японских госбондов снова выросла, а доходность трежерис зафиксировала многолетние максимумы. Главным триггером сегодня обещает стать выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. В последние недели более сильная, чем ожидалась американская статистика, показала устойчивость экономики страны перед агрессивным повышением ставок. Также она укрепила на рынке мнение, что регулятор достаточно долго может сохранять свои истребиные настройки. Правда, вчера очередной спикер Центробанка Кристофер Уоллер уточнил, что не мешает подождать и посмотреть. Политик, который является одним из управляющих советов РС, предпочел бы убедиться, как поведет себя экономика США в дальнейшем. Сохранит устойчивость или, наоборот, ослабнет. Однако в целом сильные экономические данные Соединенных Штатов уже укрепили на рынках мнение о том, что ФРС будет сохранять повышенные ставки в течение длительного периода времени. На истребиных перспективах Федрезерва доллар США набирает силу и консолидируется в диапазоне 106.50–106.60. Его цена по отношению к валютной корзине G6 в начале четверга удерживала свой недавний рост в районе уровня 106,5 пункта. Также Greenback получает поддержку от растущей доходности казначейских облигаций США. Например, у эталонных 10-летних Treasuries она снова достигла 16-летнего максимума выше уровня в 4,9%. Не менее актуальным стимулом для роста американца, как убежище, являются опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке. К слову, опубликованный и сегодня отчет по притоку иностранного капитала в США показывает стойкий интерес инвесторов к американским активам. Например, в августе 2023 года чистые иностранные приобретения обеспечили приток в размере 134,4 млрд долларов США. При этом запасы казначейских облигаций США за рубежом в августе увеличивались третий месяц подряд и поднялись до самого высокого уровня с декабря 2021 года. И не вызывает сомнений, что этот тренд сохранился в сентябре и тем более в октябре. Возможно, свою долю прибыли в статусе безопасного актива убежища получает сегодня и японская иена. По крайней мере, на ее графике в паре с долларом США мы видим умеренное снижение в район 149,80 иен. После бурного начала торгов японская пара перешла в консолидацию внутри дневного диапазона 149,60 и 149,90. В азиатскую сессию четверга был также зафиксирован рост доходности японских госбондов, а эталонные десятилетние облигации сегодня зафиксировали самую высокую доходность 2007 года. Это несколько поддержало курс иены, который обычно слабеет на фоне высоких доходностей американских гособлигаций и разницы в настройках регуляторов США и Японии. Поэтому сегодня любые комментарии относительно влияния на целевую ставку ФРС могут привести к усилению волатильности японской пары. В то же время главный валютный чиновник Японии Масато Канда сегодня заявил, что процентные ставки являются лишь одним из факторов, которые влияют на валютные рынки. Политик также в очередной раз повторил, что валюты должны двигаться стабильно и отражать фундаментальные показатели. Но при необходимости власти страны готовы быстро вмешаться, чтобы защитить уязвимые места в экономике. При этом комментировать свои интервенции на Форекс и тем более объявлять о них заблаговременно Япония по-прежнему не будет. В ожидании комментариев Джерома Пауэлла и других спикеров Центробанка США упал сегодня и австралийский доллар. Курс ОЗИ в начале четверга снизился в несколько этапов в диапазоне 0,6296 – 0,6341. А после коррекции торги по австралийцу консолидировались вдоль ценового уровня в 63 цента. Главными причинами снижения ОЗИ стали отказ глобальных фондовых рынков от риска и падение цен на нефть. Для сравнения, вчера ее котировки выросли до двухнедельного максимума. Однако сегодня рынок отступил, а фьючерсы на эталонную американскую марку WTI упали до 88 долларов за баррель. Также солидарно с австралийцем упала сегодня и валюта страны соседки. Правда, спуск доллара Новой Зеландии по ценовому коридору 0,5818-0,5860 проходил более плавно, чем у ОЗИ. Тем не менее, на конечный результат это не повлияло. И азиатские торги четверга киви завершил в районе самой низкой цены с ноября 2022 года у отметки 0,5820. При этом повышенные цены на нефть могут продолжать оставаться фактором риска для индийской рупии. И хотя сегодня она смогла несколько укрепиться к американцам, доллар в статусе убежища получил все преимущества в случае обострения без того тревожной геополитики. Кроме того, индийская валюта может столкнуться с проблемами также на следующей неделе, когда наступит срок погашения SWOP сделки Центробанка страны на сумму в 5 млрд долларов. Трейдеры обеспокоены тем, что регулятор намерен покупать доллары США для своих резервов вместо того, чтобы продлевать сделку. Поэтому путь наименьшего сопротивления для пары доллар-рупия лежит все-таки вверх. На этой неделе ее цена колебалась в узком диапазоне между отметками 83,10 и 83,30. Но последующие покупки могут проложить путь к историческому максимуму около 83,45. И далее к психологически круглой отметке 84 рупии. Цена индийской валюты в паре с евро с начала октября торговалась в основном на повышении в диапазоне 87,00 и 88,30. А сегодня в ожидании новостей она консолидировалась в районе отметки 87,70 пайсов. Надеемся, что вы также с нетерпением ждете видеообзора Инстафорекс, ведь мы работаем для вашей успешной торговли. Пишите ваши комментарии и вопросы под видео, оставляйте вашу реакцию и, конечно, регулярно подключайтесь к нашим следующим выпускам. Будем на связи и до встречи уже через несколько часов.